Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейшей Ди, канал, на котором я стараюсь публиковать ежедневные видео о криптовалюте. 50 тысяч подписчиков. Вау. Честно говоря, когда я снял первое видео о криптовалюте, даже не подозревал, насколько далеко это всё зайдёт. Огромное спасибо за такую высочайшую оценку моих в кавычках трудов. У меня просто нет слов. Зато есть истории о биткоине, которые я так люблю рассказывать на своём канале. Хотя очень часто они звучат как фантастическая, но такая желанная сказка. Получают ли такие видео много просмотров? Ха, конечно нет. Мой канал, скорее всего, был бы более популярным, если бы я говорил о каждой монете, которая существует на CoinMarketCap. Просто для того, чтобы завоевать сторонников этих монет и превратить их в свою аудиторию. Однако, популяризация биткоина и рост моей органической аудитории сегодня для меня важнее, чем что-либо ещё. И именно поэтому сегодня мы собираемся погрузиться в первичное распределение монет, или же ICD, не путать с ICO. Мы сделаем это, чтобы понять, что биткоин по сей день является единственным справедливым распределением монет в истории. Что делает его самой децентрализованной криптовалютой, которую когда-либо создавали. Итак, Дэн Хелт. Это один из создателей криптосервиса Interchange. Именно он написал статью, распределение биткоинов было справедливым. По крайней мере, на момент 2018 года. И сейчас мы собираемся посмотреть его статью, разбирая каждый из его аргументов. Поймите, что справедливое распределение это очень важно, поскольку биткоин продолжает бросать вызов общепринятым устоям. От централизации до децентрализации. В текущем состоянии технологии блокчейна, Proof of Work это единственный консенсус, который может обеспечить справедливое первичное распределение. В паре с доказательством работы обычно идет и премайнинг, что обычно является предварительным условием первоначального создания партии монет, которая необходима людям для проверки транзакций. То же самое касается любого варианта Proof of Stake, включая популярный ныне Delegated Proof of Stake. Сюда же можно включить DBFT, то есть делегированный алгоритм консенсуса византийской отказоустойчивости. Кто вообще придумывает такие названия? Этот алгоритм предложила команда Neo, и в этом же DBFT предварительно было добыто 100 полных миллионов монет, а половина из них была отдана команде Neo. Такое несправедливое первичное распределение монет в паре с Proof of Stake делают такие альткоины еще более централизованными. Почему? Да потому что первичные люди-распределители, или как их там назвать, всегда оказываются самыми влиятельными фигурами в сети с самого начала и до конца. Ведь именно так прописано в самом коде Proof of Stake. По сути, это создание среды, которая контролируется руками избранных. Не очень-то похоже на мечту криптовалютную, да? Но даже с доказательством работы есть концепция предварительного майнинга, когда люди в рамках проекта занимаются созданием или майнингом определенного количества монет, перед тем, как публиковать открытый исходный код для публики. Хорошим примером этого является Ethereum, но мы об этом немножко позже поговорим. Другие проекты могут и выпустить открытый исходный код, но никак не продвигать свой проект вообще. Таким образом, популярность майнинга таких монет оставляет желать лучшего. И да, при этом они все еще могут предварительно добывать кучу монет, и одновременно с этим заявлять, что распределение их монет справедливое, типа, мы же не проводили ICO. Именно так как-то говорили Ravencoin. Ravencoin. Сатоши не примайнил биткоин. Они дали всем два месяца форы перед майнингом блока Genesis, охватив только тех людей, которые, возможно, были бы заинтересованы в этом эксперименте с уверенной цифровой валютой. Делали они это с помощью общедоступного списка имейлов, ну или электронных ящиков. Это одно из таких имейл-писем, которые рассылал Сатоши еще в октябре 2008 года. В то же время был опубликован официальный документ о биткоине, а уже 9 января 2009 года было выпущено программное обеспечение биткоин версии 0.1. Также это был первый раз, когда был выпущен Proof of Work для проверки работы блокчейна, потому что Сатоши нужно было знать, как он работает. Genesis блок был добыт чуть ранее, 3 января 2009 года. Он не был похож на все другие блоки и требовал код для майнинга. Сатоши включил знаменитое сообщение в блок Genesis, что также является доказательством отсутствия премайнинга. The Times. 3 января 2009 года. Канцлер стоит на грани из-за второго кризиса банков. Вот доказательство того, что Сатоши не был жадным и имел дальновидность и зрелость, чтобы не примайнить. Ведь следующий блок в сети биткоина был добыт 6 дней спустя после добычи первого Генезиса. Очевидно, Сатоши тестировал программное обеспечение с помощью блока Genesis и не майнил последующие блоки самостоятельно, пока биткоин не ушел, так сказать, на вольные хлеба. Именно поэтому код для майнинга биткоина был доступен в тот же день, когда Сатоши сам начал майнить, после тестового блока Генезис. И как только код был выпущен, несколько человек начали добывать биткоины. Мы точно знаем, что одним из них был Хел Фини, который уже на следующий день после опубликованного кода для майнинга биткоина написал в твиттере следующее. Запускаю биткоин. Поэтому в течение первого года существования биткоинов их майнерами были Сатоши и небольшое количество желающих принять участие в майнинге. В основном это были какие-то гики. Биткоин не был секретом, он был распространен по всему интернету. Но даже несмотря на это, в течение первого года эта группа гиков не смогла собрать достаточно хэш-мощности для майнинга более 144 блоков в день. Поэтому Сатоши сам начинал майнить, потому что сеть требовала такого майнера, как он. Однако Сатоши отключался в тот момент, когда сеть становилась достаточно стабильной, чтобы не нуждаться в его хэш-рейте. Существует отличная статья, называемая «Сатоши хэш-рейт», которая углубляется в подробности того, как изменялся хэш-рейт от самого Сатоши. Ссылка на статью есть в описании, если вы хотите ее почитать. Но согласно их исследованиям, Сатоши медленно и устойчиво снижал свой процент хэширования. Этот график из статьи показывает, что у Сатоши было 100% хэша в день запуска сети. Но в течение 2009 года доля его хэш-рейта падала, пока не стала нулевой в июле 2010-го. В это время Сатоши вообще ничего не контролировал. Так сколько биткоинов Сатоши добыл за это время? До настоящего момента это до сих пор неизвестно. Но ранние исследования Серхио Лернера оценили добычу Сатоши за этот период в 1 миллион биткоинов. В ходе исследования в августе 2018-го Битмикс пришли к выводу, что Сатоши мог добыть около 700 тысяч биткоинов, которые, как мы знаем, до сих пор никак не двигались с места. Теперь, в отличие от криптовалют, которые запускаются ныне и листятся на бирже, тем самым сразу приобретая некоторую ценность, рыночная капитализация биткоинов составляла 0 долларов на протяжении полутора лет. Майнеры тратили деньги на оборудование и электричество, чтобы майнить биткоины, без каких-либо гарантий, что эти цифровые монеты вообще будут когда-либо иметь ценность. В это же время появлялись так называемые краны, которые были настроены для свободного распределения биткоинов. Такие краны использовались, чтобы завоевать популярность биткоина в народе. Перед вами первый такой кран. Точнее, его веб-призрак, копия в истории. Этот кран раздавал 5 биткоинов каждому посетителю. Его самым большим спонсором был Гевин Андрисен Фосет, который пожертвовал 10 тысяч биткоинов крану для раздачи людям. Ну а первопроходцами стали люди, которые были достаточно сумасшедшими, чтобы взять на себя все риски. Финансовые, социальные, поддержание своей жизнедеятельности и жизнедеятельности самого биткоина в его ранние дни. Впрочем, почти все эти ранние последователи потеряли или продали все свои биткоины, что было доказано в серии из трех частей от Дрю Бансала, на которые я также оставил ссылку в описании. Кстати, если забыл, напишите в комментариях, а то я иногда забываю. Период с 2009 по 2011 можно назвать каменноугольным для биткоина. Когда огромное количество монет добывалось, но не использовалось, потому что все они не имели никакой ценности. Они просто накапливались в блокчейне, теряясь из-за неиспользования, а затем хоронились навсегда. Но позже биткоином начали торговать. Это сразу придало ему ценности, и люди стали относиться к хранению монет в тысячу раз осторожнее. И хотя некоторые монеты все равно продолжали терять, это совсем не то, что происходило в период с 2009 по 2011 годы. Трейдинг биткоином стал причиной возникновения циклов роста и падения, которые снова помогли перераспределить монеты. Все это можно визуализировать с помощью диаграммы UTXO, распределения биткоина по временным периодам, или, грубо говоря, количество биткоинов, которые холдили в тот или иной период времени. Красный цвет означает монеты, которые совсем недавно сменили владельца. Синий цвет означает монеты, которые не переходили из рук в руки в течение от 1 до 5 лет. Как вы можете видеть, с каждым новым ростом цены красные и желтые диаграммы также быстро росли, в то время как зеленые и синие участки проседали. А это значит, что монеты перераспределялись, как, например, во время последнего параболического роста в 2017 году. Тогда 15% всех существующих биткоинов перешли из рук старых держателей в руки новых. Биткоин был запущен только одним человеком, и это было самое справедливое распределение монет, которое только можно было себе представить, учитывая то, что вообще должно было быть запущено. Создатели биткоина хотели, чтобы мир знал, что биткоин это не афера. Это было подкреплено их консервативным взглядом на майнинг, и тем, что они не сделали то, что могли сделать. Они просто ушли из сообщества майнеров, и никогда не потратили ни одной монеты, хотя сегодня могли бы жить как боги. В отличие от любого другого основателя криптовалюты в истории, Сатоши честно запустил свою. И этого не сделал, например, Эфириум, который находится на второй позиции в CoinMarketCap. У него не было справедливого распределения монет. Эфириум имел 72 миллиона примайненных монет. Это на минуточку почти 67% от общего количества циркулирующих монет. 40% из примайненных монет, это около 28 миллионов монет, ушли первой сотне покупателей. А три самых крупных покупателя ушли с одним миллионом эфиров каждый. Еще 12 миллионов были оставлены для основателей, разработчиков и первых сторонников проекта. Таким образом, можно заключить, что ICO эфира и распределение монет ни в коем случае не было справедливым. И даже Виталик признал это в Твиттере. Я лично действительно горжусь тем, что помог сделать легитимным небольшие примайнинги. Идея заключается в том, что люди, работающие с операционными ящиками и сжигающими огромные кучи электричества, почему-то являются единственными, кому нужно разрешить получать доходы от криптовалют. Ребята, я хочу сказать, что я ни в коем случае не являюсь хейтером эфира. Эфириум, в конце концов, является отцом-основателем платформ для умных контрактов. Смарт-контрактов. Но, по-моему, Виталик ошибается, потому что примайнинг, даже 12 миллионов монет для команды, это уже далеко не маленький примайнинг. Это, блин, 17% от количества монет на тот момент. Сейчас, конечно, меньше. Я думаю, что такие слова просто дают легитимности или легализации, называйте как хотите, модели примайнинга ICO, в которой отсутствует ценность экономики майнинга и полностью распределенного доказательства работы. То есть, proof of work. А это нехорошо. Возможно, именно поэтому они хотят перевести эфириум на рельсы proof of stake. Ведь после этого первоначальные владельцы станут крупными участниками, эффективно контролирующими всю сеть эфира. Это все на сегодня. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, не забудьте поставить лайк. А также подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого.